Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Этот торт я приготовил на конкурс Сталика, Франца Эгг и Сергея Майорова с сайтом livingshop.ru Я первый раз начинаю своё видео именно с конца, то есть с готового блюда, потому что это действительно то, о чём говорил уважаемый Сталик. Я начал готовить голову, я думал, просто приготовлю для себя и порадую всех своих друзей. Но в процессе того, как я этот рецепт видел, понимал, что из этого получится, ко мне пришло озарение. Я добавил ещё несколько нюансов и получился вот такой чудесный торт, покрытый острым чёрным шоколадом. А теперь давайте вместе посмотрим, как я его готовил. Сегодня я буду готовить необычный рецепт из такой красивой свиной головы. Эта головка весит 9 килограмм, настоящая домашняя свинка. Я уже много готовил блюд из свиной головы и, конечно же, не хочу повторяться. Я уже с этой головой и разговаривал, и спрашивал, что с неё приготовить. Ничего не мог придумать такого, чтобы именно взять всё самое лучшее из этой головы и получить самое вкусное. У этой свиной головы тяжеленное вот такое толстое сало, и поэтому нужно было так придумать рецепт, чтобы максимально использовать характерные особенности именно головки, какая получилась у меня. И сегодня будет супер-супер рецепт. Это будет свиная голова с острым перцем и имбирем. Это будет не салат, это будет не рулет, это будет нечто особенное. Такого я ещё не готовил, и, конечно же, такого же вы тоже не пробовали. Самое первое, что я уже голову хорошенечко помыл, поскоблил её после осмалки, а теперь её разделываю на части. После этого уже начну дополнительно мыть зубки и ушки. Глазики я уже промыл. Отрезаю нижнюю челюсть. Отрезал её скакательные суставы в нижней челюсти. Смотрите, зубки и место, где был язычок. Всё это я просто чищу, ничего не выбиваю. Здесь всё нормально. И распиливаю ножовочкой на четыре части. Верхняя часть головы, то же самое, там, где зубки, аккуратненько всё повымываю, и всё. Теперь ушки. И хрюшки уже в два раза меньше стало. Теперь все части я режу ножовкой на такие кусочки, чтобы они поместились в казан или в кастрюлю, смотря в чём вы это всё будете варить. Я аккуратно распилил голову пополам, и теперь забираю мозги, чтобы их сварить отдельно. Девятикилограммовая свиная голова поместилась в 12-литровый казан и в 6-литровую кастрюлю. Бульончик варится уже 3,5 часа, и теперь я его солю. Я его солю именно сейчас, потому что если бы посолил бульончик раньше, то желирующее вещество, какое есть в самой коже и в костях, оно под действием соли разрушается. Пока свиная голова варится, я приготовлю хороший соус к этой голове. Для этого мне нужен острый перчик. У меня есть совсем чуть-чуть остренького перчика, и я возьму, измельчу его на мясорубку с мелкой решёткой. Конечно, столько острого перца мне не нужно. Сейчас я делаю, кроме головы, ещё и хороший, вкусный, острый соус наподобие чили или шри рача. Это будет абсолютно новый рецепт, поэтому если вам интересно, как сделать хороший, вкусный, ферментированный соус шри рача, ссылочка вот здесь вверху. Чеснок и имбирь, которые потёртые на тёрочку. Я не знаю, насколько острый этот перчик, поэтому буду добавлять его частями, перемешивать и пробовать. Хороший соевый соус, светлый. Совсем чуть-чуть тёмного соевого соуса. Нужно добавить сладости и кислоты. Здесь у меня инвертный сироп. Винный уксус из розового винограда. Это мой винный уксус. Сейчас я буду ароматизировать свиную голову и бульончик, в который она варится. Лучок. Я в него втыкаю бутончики-гвоздички. 5-6 штучек на одну луковичку. Морковку я порежу на 2-3 части, чтобы она была крупненькая и сохранила свою текстуру, когда бульончик сварится. Ароматные пряности. Я буду использовать зёрна чёрного перца, шалфей, кориандр и лавровый листик. Я всё заворачиваю и связываю. Морковка. Ароматные пряности. Ещё минут 40 и всё будет готово. Свиная голова варилась 3,5 часа. Она уже сварилась. Я разобрал на мясо и косточки всю голову и отдельно порезал именно те части, на которых была кожа. Я был очень сильно удивлён, когда увидел, что здесь абсолютно нет никакого сала. То есть было столько много сала на самой голове и здесь его практически нет. Всё, что я нашёл, это вот 3 кусочка сала, которые я срезал и сейчас я на них буду обжаривать вот эту именно части со свиной шкурой. А мяско свиное, всё какое есть, я обжаривать не буду. Жирок из свинки я уже обжарил. Он стал вот такой красивенький, кое-где даже румяный. И теперь я перемешиваю его с мясом. Мясо я не резал. Такие кусочки, какие получались, когда я снимал его с костей, такие и остаются. И теперь я это всё смешиваю с этим прекрасным волшебным соусом. Я установил тортовое кольцо в форму и высыпаю сюда перемешанную свиной голову с соусом. Хорошенечко выравниваю, чтобы воздух, который там есть в полостях, полностью весь вышел. Сейчас я кладу сюда плоское блюдо и сверху кладу небольшой груз, чтобы это всё хорошенечко спрессовалось. И пока я готовил этот рецепт, ко мне пришла прекрасная, замечательная идея. Это будет огромный для вас сюрприз. Пусть это всё остывает и потом узнаете, что же здесь будет интересного. После холодильника и пресса получилась вот такая интересная штука. И теперь, друзья, тот сюрприз, о котором я говорил. Когда я уже доделывал вот этот рецепт, я увидел, чего здесь не хватает. И я понял, что это прекрасная возможность поучаствовать в конкурсе Сталика, Франца Эгг и Сергея Майорова на главный приз. И сейчас я буду делать из вот этой свиной головы настоящий шедевр. Я буду делать торт из свиной головы с чёрным шоколадом. Но это будет не просто чёрный шоколад. Это будет чёрный шоколад с красным острым перцем. Сейчас я готовлю глазурь для торта из свиной головы. Для этого я использую одну часть сливочного масла и две части горького шоколада. А для того, чтобы подчеркнуть именно пикантность шоколада и мяса, я буду добавлять острый красный перец, чтобы сама глазурь была достаточно острая, чтобы она была остренькая, даже острая. Вот столько, наверное, пол чайной ложки хорошего острого перца я добавлю, потому что шоколад и острый перец это будет идеальное сочетание вкусов. Слегка растапливаю сливочное масло и добавляю сюда шоколад. Всё это я буду греть при непрерывном помешивании, чтобы температура шоколадно-масляной смеси не поднималась выше 50 градусов. Этот шоколадный торт из свиной головы я приготовил на конкурс Сталика Франца Эгг и Сергея Майорова с сайтом livingshop.ru Вот такой чудесный тортик получился. И, конечно же, к такому интересному торту мяса с шоколадом нужен особый напиток. Сегодня у меня молодой абрикосовый бренди. Как сделать вкусный абрикосовый бренди, ссылочка вот здесь вверху. Это описать словами нельзя. Поэтому смотрите видео, как я готовил абрикосовый бренди. А я пока буду наслаждаться и бренди, и вот этим прекрасным шедевром тортиком. Это просто чудовищно вкусно. Такой торт понравится всем сладкоежкам, потому что от него никогда не поправишься. Он настолько вкусный. Это сразу и основное блюдо, и десерт, и красота в одном. Если вам понравилось мое видео, ставьте вот такие огромные лайки. Пишите комментарии, что готовите из свиной головы вы. Подписывайтесь на мой канал. Ссылочка для подписки вот здесь внизу. А вот здесь рядышком есть колокольчик. Нажимайте на колокольчик, и вы будете всегда в курсе всех новых видео на моем канале. И помните, кухня – это самое спокойное место.